Если верить западным СМИ, Reuters пишет, например, сейчас НАТО готовится к возможному конфликту с Россией впервые со времен Холодной войны, разрабатывает конкретный план обороны. Насколько такая информация может быть достоверной? Неужели в НАТО нет сейчас плана? И в общем, сейчас отношения НАТО-Россия. Кто кого боится больше? И что происходит в каких-то кулварных разговорах? Есть же наверняка какие-то разговоры, о которых мы не знаем, которые происходят тайно и точно есть какая-то связь? НАТО никого не боится. Возможности НАТО вы видите на поле боя сегодня. Более того, там этих возможностей у вас, даже 50% возможностей этого НАТО там нет. Понимаете, да? И результат открытым текстом все видят. Поэтому НАТО не боится этого. То есть, что она может проиграть или что-то. Просто НАТО не хочет этого противостояния. Им хотелось бы это сделать сегодня там, локально и вашими руками. Вам другого выбора никто не дал. На этом вы тоже можете спекулировать. Раз уж вы, сукины дети, пользуетесь нашими жизнями, нашей территорией и всем остальным, так будьте любезны, расплачивайтесь. Те страны, которые виноваты в этом, деньгами расплачивайтесь. Поэтому не просто так немцы дали почти 3 миллиарда. А они могли бы эти 3 миллиарда каждый месяц давать. Каждый месяц у них денег немерено. Самая богатая страна Евросоюза. Имейте в виду. Самая богатая страна. И они могли бы это сделать. Потому что каждый месяц за 10 считайте. Вот что и другие те, которые виноваты. Потому что и 2008 год это они, и 2014 год они, и эта война, это первые немцы виноваты. И французы виноваты. И итальянцы виноваты. Все виноваты. И Соединенные Штаты Америки тоже виноваты. Перепоручили им, да. И исходя из этого, и деньгами, и военно-техническими этими всеми возможностями, вы обязаны расплачиваться сегодня с Украиной. Других вариантов сегодня здесь вам никто это не оставил. Повторите вопрос, пожалуйста, свой. Спрашиваю о том, возможно ли сегодня, что НАТО не имеет плана, да, для того, чтобы обороняться Агрессии. Я все понял. Просто на секунду голос пропал. Поэтому я до конца не уловил. Я услышал НАТО. А дальше что имел в виду? Так вот, я прошу прощения, что я кашляю. Я немножко приболел. Надеюсь, ты... Да, да, ничего, ничего. Надеюсь, мы вчера ей выздоровели. Вот. Теперь что касается НАТО. Я думаю, нынешнее заседание НАТО будет судьбоносным. И то, что вы говорите, это уже не то, что утечки информации. Это муссируется, это обсуждается, и в экспертных кругах это обсуждается. И будут приняты решения наверняка, чтобы повысить ВВП всех членов НАТО минимум до 2,5%. Сегодня только 7 стран делают именно на этом уровне из 31 страны. Вот. Потому что эта война четко показала, что состояние НАТО, ее возможности и реакция на такое форс-мажорное событие оказалось недостаточным. Оказалось недостаточным. И поэтому приходится вот так за счет вас и вот так время тянуть. Потому что эту проблему можно было решить и побыстрее. И за один месяц, и за два месяца. Понимаете? Ежели была бы подготовлена определенная доктрина. Если бы во всех этих европейских странах, я имею в виду, в членах НАТО, было бы все совершенно по-другому. Ну, они подумали, что вот мы победили Советский Союз, холодная война закончилась. И вот 30 лет они занимались, деньги делали. И с кем? С той как раз-таки территории, откуда вот эта вся угроза пришла. Это огромный просчет западной машины, западной разведывательной машины, западной экономической машины и всего того, что связано с коллективным западом. Потому что они, или тогда надо было распустить НАТО. А коли НАТО существовало, значит, вы должны были это все понимать. А НАТО просто так не может существовать, значит, разведка должна работать. Это же просчеты огромные получаются. И вот сегодня они, конечно, меняют доктрину и будут менять доктрину. Поменяется доктрина экономическая тоже. Поменяется, поменяется, во-первых, поменяется политическая доктринка. Под эту политическую доктрину они поменяют экономическую доктрину. Ну, а то, что касается североатлантического блока, ну, это, конечно, однозначно военная доктринка. И вот под этой военной доктриной они наверняка создадут такой механизм. Я не думаю, что мы все будем знать. Но создадут такой механизм, по которому будет жить эта планета. И, может быть, в перспективе будет какая-то новая Ялта-2, может быть, будут какие-то центры, я имею в виду и американские центры, и китайские центры, может, еще какие-то несколько маленьких центров, не знаю, как это будет выглядеть. Но то, что весь мир будет переформатирован однозначно, и каждый из них, из этих центров, будет переформатировать свой же центр под себя. И Китай будет переформатировать, в зависимости от того, каким он придет к этому моменту переговоров, к этому окончанию войны, с какими у него козырями, возможностями. И американцу точно так же. И тогда будет видно, вот как вот после Второй мировой войны они собрались, вот они же создали вот эту систему. И под эту систему они создали Совет Безопасности, ООН и все остальное. Вот прописали это все. И худо-бедно это работало до 91-го года. Вот такая же новая работа ожидает всю планету. И НАТО, как одна из самых, так сказать, составляющих политических институтов западного мира, я имею в виду военный блок, он, я так думаю, из оборонного блока может даже получить доктрину наступательного характера в тех моментах, когда нужно будет оперативная вмешательность, оперативная реакция. Потому что у нее не было такой доктрины. Она была как оборонительный институт. Понимаете? А тут вот нужно делать что-то. И она опять же, видите, она не наступает. Она это все делает вашими руками, да, в этом плане. И поэтому они действуют. Вот пожар начался, они во время пожара начинают действовать, менять все вот и так далее. Поэтому стратегия того же НАТО, она требует, конечно, больших коррективов. И я так думаю, именно об этом сегодня говорят все здесь на Западе. Я так думаю, именно вот этот саммит, который скоро пройдет, он тоже будет, ну, какой-то судьбоносный, наверняка, включая и будущие системы безопасности, связанные непосредственно с вашей страной. Однозначно. Вот такая тема Украины. Тема Украины сегодня особняком стоит везде. Хотите G7, хотите вот это 46 стран Европы, Совет Европы собрались, хотите вот саммит НАТО будет. Сегодня без темы Украины ничего не решается. И это с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. Хорошо это потому, что, значит, сделают все, чтобы сохранить Украину как государство. И будут помогать идти с вами рука об руку до конца. Плохо, что это происходит вот таким кровавым путем. Но другого шанса вам мир не оставил. К сожалению. Да, ну что ж, время покажет, конечно же. И верим нашим западным партнерам, верим в то, что нас все поддерживают. Мы это точно видим. И даже, что интересно, да, мы говорили, тот же Китай, Индия, мы видим, что никто не принимает сторону России полностью. Все ищут выгоды, и это хорошо. Ну, в конечном счете никто не захочет быть проигравшим. Это точно. А проигравший это будет Россия. Субтитры создавал DimaTorzok